Центр экстренной психологической помощи МЧС России инициировал новый проект. Называется он «Научись спасать жизнь». Какие знания он дает людям, чем поможет и кто может в этом проекте поучаствовать, мы сейчас узнаем у нашего гостя в студии Евгения Вершини, начальник главного управления МЧС по краю. Евгений Владимирович, доброго утра. Доброе утро. Ну, вот, как показалось, и в воскресенье, и вообще, и то лето было очень сложно. Вы, наверное, кстати, радуетесь, да, что оно подходит к концу, и эта пятница будет последней пятницей. Можно выдохнуть, да. Ну, на самом деле, мы никогда не выдыхаем, потому что, ну, такие обстоятельства. Сегодня не только же в крае такие происходят события, они по всей России. Если вы посмотрите средства массовой информации, везде практически происходят такие аномалии, природные, погодные, которые вот не позволяют, в том числе и нашей службе как-то... Ну, мы никогда не отдыхаем, в принципе, а вот тем более вот такие вот вещи происходят. Непростой год, на самом деле, если брать в целом по природным каким-то катаклизмам, непростой, он еще не заканчивается, а для нас он не закончится, наверное, никогда, потому что постоянно периоды и заканчиваются, еще не заканчивается поводковый период, начинается лесопожарный, дальше, потом подготовка к зимнему топительному сезону, ну и далее, в общем, такое... Циклично, да. Вроде бы, с одной стороны, циклично, мы к этому всегда готовы, но с другой стороны, вот такие вот некоторые аномалии, они вот не всегда вписываются в общие рамки. Ну да, не позволяет расслабиться и всем быть приходится в тонусе. Спасибо вам большое за то, что вы быстро реагируете, потому что вас крестьяние показало, на самом деле, как сработали все оперативные службы, хорошо, и за это им, конечно, большое спасибо. Ну, вот как раз в таких необычных обстоятельствах, да, когда происходят природные какие-то вещи, либо там техногенные, вас-то рядом нет, ну, я имею в виду вот близости, да, и если ты становишься свидетелем каким-то ЧС или какого-то такого события не очень приятного, как раз ты и не профессионал, и что-то вот нужно, ну, сделать, а хочется спросить, а все ли вообще способны оказать вот эту первую важную помощь? Чисто психологически, да, и физически, потому что, видите, спасатели тоже не всех берут, и не все идут, и не все там могут работать. Ну, давайте мы начнем с чего? Что на самом деле человек по ходу своей жизни попадает практически каждый человек в ситуацию, когда необходимо оказать помощь ближнему, не обязательно родственнику ближнему, просто человеку посторонним, где-то на улице, и не каждый готов, даже тот, кто имеет навыки оказания первой медицинской помощи и психологической поддержки, что очень важно, не всегда готов переступить ту грань, которая позволит подойти к человеку и оказать помощь. Ну, то есть взять на себя ответственность. Да, взять на себя ответственность, да, чтобы не нанести вред, во-первых, да, и как-то человека вернуть в жизнь. Подготовленные категории есть, но их очень мало. Это пожарные, это спасатели, это сотрудники полиции, и это профессиональные врачи. Но не всегда они оказываются рядышком. Поэтому вот сам замысел проекта в том и состоит, чтобы как можно больше людей обучить этим приемам первой медицинской помощи, психологической поддержки и постараться помочь, преодолеть ту грань психологическую, когда позволило бы оказать помощь человеку. То есть выработать какую-то в том числе концентрацию, да, вот в себе, чтобы ты мог морально... Морально. Да. Я вот на память приходит случай, 14-й год, весна, давненько уже было, правда, пожарный корол возвращается с... Восьмая пожарно-спасательная часть, которая в Кировском районе, возвращаясь с вызова, подразделения возвращаются, и вдруг случайно в окно видят, что остановка кинотеатра «Родина» значит, пожилому человеку становится плохо. Людей вроде бы вокруг много. А помочь по факту нету, да? Да. Бояться подойти, во-первых, да, чтобы оказать помощь. И второе, кто-то не понимает, что происходит вообще. Ну, пожарный корол остановился, ребята выбежали, навыками обладают, 20 минут оказывали помощь, человека вернули к жизни в Истоке, пенсионер сегодня жив и здоров, недавно его посещали. И вот, ну, это происходит, это случайная вещь. Счастливое, да, совпадение. Да. Поэтому мы вот все-таки решили присоединиться к этому проекту, и уже наметили такие для себя и параметры целевые, о которых, наверное, вот я расскажу дальше по ходу нашей беседы. Ну, вот какие, да, будут занятия, как они вообще будут проходить? То есть что из себя будет представлять обучение? Надо сказать, что этот проект всероссийский. Можно его даже назвать, ну, я бы назвал национальным проектом, потому что действительно он такой серьезный по всей России проходит. Красноярский край не мог остаться в стороне, учитывая, что, ну, и география, во-первых, края, да, мы обратились с просьбой поддержать нашу инициативу к Виктору Александровичу Толоконскому, он охотно поддержал. Сегодня Министерство социального блока, это Министерство здравоохранения, это Министерство спорта, Министерство... ...соцполитики, да? ...соцполитики, да. Это Министерство образования, агентство молодежной политики, значит, агентство по печати массовым коммуникациям и исполнителя дирекции универсиады нашей 2019, все они в составе, соисполнители этого проекта. Мы уже провели ряд установочных совещаний, сейчас нормативную базу дорабатываем и будем готовы к этой работе. Вообще трехступенчатая такая система, чтобы нам обучить как можно больше людей, она предполагает такой, знаете, преподаватель, инструктор, исполнитель. То есть готовим сначала преподавателей, это профессионалы практически, которые будут обучать инструкторов, инструктора уже дальше будут обучать исполнителей. Вот примерно в таком порядке будем проводить все это дело. Определены базовые учреждения сегодня, на базе которых будем проводить подготовку преподавателей. Это специальные тренажеры, это методический материал, там, где будут профессионалы, показывать, рассказывать и обучать исполнителей. То есть вы будете их, получается, погружать в эту атмосферу, не знаю, там, с помощью, да? Да, соисполнителем и организатором в том числе является Центр экстренной психологической помощи МЧС России, сибирский филиал, который находится на нашей территории. Здесь красноярские профессионалы с большой буквы, и вот они как раз этим делом начнут заниматься. Мы уже, в принципе, начали в прошлом году, в этом году весной уже часть преподавателей подготовили в Новосибирске. Прошли уже этот путь, правда, их не очень много, и учитывая вот опыт уже в Новосибирске, мы учли географию края. То есть мы не стали замыкаться, вот если там в Новосибирской области замыкаются больше на большие города, то есть, да, то мы решили все-таки пойти дальше и не ограничиваться Красноярскому. Ну, то есть вот стереть, да, эту грань между... Да, стереть грань и, в первую очередь, наверное, и большую часть подготавливать инструкторов и исполнителей как раз по территории края. Ну, потому что, да, там, соответственно, и процессов возникновения, да, вот этих ЧС может быть больше. Ну, что же, а какой вообще охват, ну, там, я не знаю, людей в этом проекте может быть, там, 4 тысячи, 5? Определили целевые параметры. Сегодня мы понимаем, что мы всего должны подготовить 8,5 тысяч инструкторов и 430 тысяч исполнителей. Этот проект рассчитан на три года. Это 18, 19, 20 год. Вот к концу 20-го года мы должны иметь 430 тысяч исполнителей. К концу 18-го года инструкторов будет порядка 3 тысяч. И вот они как раз основной костяк, которые займутся обучением в дальнейшем. Что это дает? Ну, понимаем, что не только... Какие категории, во-первых, увлечены туда, да? Это от школьников, студентов, работающей молодежи, людей, которые занимаются на производстве с опасными какими-то факторами. Это спортсмены, которые занимаются экстремальными видами спорта, пенсионеры, домохозяйки. Вот все категории, которые есть, мы пытаемся их охватить. И в связи с этим предполагаем, что количество людей возрастет практически на 15%. До 15% населения края охватим. А это значит вероятность того, что человек, который обучен приемом первой медицинской помощи и психологической поддержки, в три раза вероятность возрастает, что он окажется рядом с вами вот в эту трудную минуту. Куда обращаться? Шансы спасти жизнь, ну и вообще остаться здоровым, здоровым, дождаться профессионалов, конечно, увеличить. Ну, 17-й год, вот до конца этого года уже сегодня определены базовые учреждения, которые будут этим заниматься. Еще раз сказал, это Министерство социального блока, подведомственные им учреждения большей частью. Это образовательные учреждения, это учреждения здравоохранения, учреждения, спортивные учреждения в том числе. Значит, мы до конца этого года всю нормативную базу завершим, все планы сверстаем. Я думаю, что... Куда обращаться? Обращаться к концу года можно будет в официальные источники. Это все официальные сайты министерств, как я говорил, социального блока, и агентств, которые участвуют в этом. Это официальный сайт главного управления и официальный сайт правительства Красноярского края. Все контакты там будут. Поверьте мне, что недостатка информации мы испытывать точно не будем, дефицита информации. Потому что любой человек, который пожелает этим, кроме заняться, да, или обучиться, он обучится. Кроме того, большое количество акций разных и мероприятий спланировано. Не только, не просто надо идти куда-то. Вот проводятся массовые мероприятия, там обязательно будет площадка, на которой будут обучать этим, которые у нас первой помощи. В ноябре месяце, уже этого года, планируем провести широкую презентацию проекта в одном из спортивных учреждений, большой аудитории, там порядка, ну, будем говорить, до трех тысяч человек соберем, разных категорий и презентуем этот проект, чтобы уже понимание было полное, что он из себя представляет. Спасибо большое. Напомню зрителям, что о проекте «Научись спасать жизни», в котором могут быть задействованы от пенсионера до пионера, сказали бы, да, мы чуть раньше, но тем не менее, до младшеклассника даже. Мы разговаривали с начальником главного управления МЧС России по краю, Евгением Вершининым. Евгений Владимирович, спасибо большое. Спасибо, и приглашаю вас посетить курсы первой медицинской помощи, всю редакцию первого краевого телеканала мы приглашаем, и думаю, мы будем дальше пронатурно сотрудничать с вами, но обучить мы вас обязательно обучим. Хорошо, спасибо. Хорошо, да, мы окажемся на месте событий и в универсиаде, да, во время проведения. И, возможно, нам это поможет. Лично обязательно.